Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Радости со Светланой. Картофель набирает цвет. Некоторые сорта в стадии бутонизации, некоторые сорта уже активно цветут. Это очень важная фаза развития картофеля, когда мы можем ему помочь. Набрать более весомый урожай, завязать большее количество клубней и добиться укропнения этих клубней с помощью подкормок. Сегодня хочу рассказать вам о подкормке, которая достаточно необычная и достаточно редко, думаю, применяется нашими садоводами. Это подкормка с помощью укоренителя, корневин и аналогов. Есть корнестин, суперкорень, вот какие-то такие ингибиторы роста. Как правило, мы пользуемся ими для укоренения наших черенков, для укоренения растений. Но сегодня я хочу вам рассказать, что этот препарат можно использовать для того, чтобы увеличить количество клубней на картофеле и увеличить вес клубней. Сделать это достаточно просто, если у вас небольшой участок, такой же, как у меня, меньше, чем полсотки. Около двухсот корней я всего посадила. В момент бутонизации и начала цветения картофеля можно взять 1 грамм корневина. Вот это будет примерно такая мерная ложечка. На 1,25 я возьму ее неполную. Взять литр воды или 10 грамм на 10 литров. Есть даже пачки. Просто покупайте пачку корнестин, например, он 10 грамм. Высыпайте этот корневин, если 10 грамм, то 10-литровую лейку. Вот у меня 1 грамм. Я высыпаю его на литр. Тщательно размешиваю. И вот это количество, литр, нужно разлить, попадая точно в корень по влажной почве на 5 растений. То есть по стакану на растение. Для того, чтобы попадать в корень, лучше всего окучивать картофель невысоким холмиком, как делают многие. Кстати, по такому холмику даже дождь стекает и не попадает внутрь куста. А окучивание делать с плоской частью, ложбинкой такой. И вот поливать будем вот таким образом пятую часть от каждого куста. Все очень просто. Четыре и пять. Все. Таким образом, достаточно быстро можно помочь растению значительно улучшить его рост. Потому что этот препарат корневин, он содержит витамины. Он содержит микроэлементы. В небольшом количестве он содержит азот, фосфор и калий. В общем-то, подкормку такую рекомендуют профессионалы. И в этом году я впервые решила ее использовать и поделиться этим рецептом с вами. Давайте попробуем и будем наблюдать, каким же образом она скажется на наших растениях. Однозначно, я уверена, что она им не навредит. Вот и все, о чем я хотела вам рассказать. Всего доброго вам, друзья. Всего самого наилучшего. Будьте здоровы и обильных вам здоровых урожаев!